Доброго времени уток, друзья! Сегодня я расскажу вам одну интересную историю, которая, возможно, добавит вам мотивации и вдохновит на интересные проекты. Речь пойдёт о моём хорошем знакомом Алексее и о его игре, прямо сегодня попавшей на прилавки Xbox, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Разработка игры началась аж в 2018 году, а точнее в его конце. Это был холодный снежный декабрь, и на мой взгляд это идеальная погода, чтобы сидеть в тёплом уютном домике с пледом и чашкой кофе или горячего шоколада и разрабатывать игру под запахи мандаринов и сияния гирлянд. Ах, кажется я знаю как встречу этот новый год. Собственно именно в такой вечер и началась разработка этой замечательной игры. Кто-то из вас скажет, слушай, но это же вроде просто платформер, почему на его разработку ушло так много времени? И тут начинается самое интересное. У Алексея есть семья и дети, а также основная работа на заводе, и вполне себе средненькая зарплата в 30 тысяч рублей, что даже для Московской области ну как-то не очень. Я говорю вам это для того, чтобы вы осознавали, насколько высоки ставки и какая ответственность лежала на плечах у человека. Кстати, Алексей немного динозавр, и если я в своём детстве знал, что такое Дэнди, то он в свою очередь не просто знал, что такое Сюбор, но и уже тогда имел картридж с аналогом Бэйсика и начал свой путь в геймдев. Шло время, и Алексей познакомился с Констрактом, набирался опыта и делал небольшие проекты на заказ. Он уже прекрасно понимал, что можно неплохо зарабатывать на создании игр, но НАСКОЛЬКО НЕПЛОХО, мы с ним узнали только познакомившись с основателем Bug Studio и его первыми играми, попавшими на консоли. И вот тогда всё завертелось по-серьёзному. Тогда родилась Майстопия. Как вы понимаете, основная работа отнимает 90% времени и особенно сил. Но ведь ещё есть семья, которой тоже нужно внимание, поэтому основное время разработки игры был поздний вечер и ночь. Но это лишь первая сложность. Если в одиночку он собирал механику игры, то графикой и музыкой заниматься он уже не мог, просто потому что не художник и не музыкант. А значит графику и музыку надо где-то покупать на стороне или искать фрилансеров, что он собственно и сделал. Художника нашли очень быстро и вполне себе удачно. Несмотря на некоторые сложности и задержки, графика игры получилась шикарной и цепляла множество людей, которые уже хотели в это поиграть. И опережая ваш возникающий вопрос, на всю графику для игры было потрачено около 50 тысяч рублей. Кстати, примерно столько же я потратил на графику для своего платформера про енота. Но если я на тот момент уже получал от 150 тысяч в месяц, а для меня это было несущественно, то зарплата Лёхи на заводе больше 30 тысяч не стала, и подобные вложения при таких условиях крайне рискованные. А ведь ещё нужно заказать музыку, и должен сказать, что на неё он тоже не жалел. Каждый босс имеет уникальный саундтрек, каждая локация также имеет свою музыкальную тему. К счастью для Лёхи композитор взял всего около 7 тысяч за всё, а игра обретала всё более законченный вид полноценного проекта. Самая большая сложность была в создании уровней. Ведь это не просто платформер, это метроэдвания. Это целая сеть уровней, запутанных между собой разными секретами, историями, персонажами и, конечно же, мощными боссами. А самый сок начался, когда игрой заинтересовались издатели. Сразу три неплохих издателя предложили свои услуги, и чтобы вы понимали, это уже успех. Далеко не каждый издатель возьмёт игру ноунейма, далеко не каждому издателю ещё захочется доверить свою игру, и уж точно далеко не каждую игру издатель захочет взять. Но тут сразу три нормальных издателя были готовы взять игру под своё крыло. И хоть это значительно прибавило мотивации, это не так-то много прибавило к скорости разработки. Когда игра казалась уже готовой, предстояло также много работы. Для начала игру логализовали на множество языков, конечно, не без помощи издателя. Но также пришлось поводиться с управлением и отображением интерфейса на разных консолях. И когда уже игра была отправлена на модерацию, когда казалось, что всё, можно выдохнуть, приходил отчёт о найденных багах, которые, конечно же, приходилось исправлять и отправлять заново. Порт игры длился целую вечность, а загруженность издателя другими проектами тормозила процесс ещё больше. А теперь добавьте сюда коронавирус, массовые увольнения, ещё большая загруженность множества инстанций из-за этого и кончающееся терпение. Казалось, что игра никогда не выйдет. Но настал день, когда издатель назвал точную дату выхода. 20 ноября. Все проверки качества пройдены, все найденные баги устранены. Всё оформление и арты готовы, игра ждёт своего часа. Но больше всего ждёт Лёха. Почти два года тернистого пути, и ты видишь своё детище на прилавках-магазинах. Ты это создал. Путь пройден. И что теперь? Игра набирает популярность. По ней снимают видео, гайды, пишут статьи на сайтах и делают пасты в твиттере. Её покупают и наслаждаются. Майстопия не идеальная игра, но сделана с любовью и трепетом к деталям. Пропитана духом Индии и таит в себе целый жизненный отрезок. Не это ли мечта многих разработчиков? Я надеюсь, что этот большой шаг в геймдев, также большой шаг с завода и билет в новую жизнь. Поэтому давайте пожелаем Лёхе классных продаж и ещё больше таких же классных и интересных проектов, о которых не стыдно рассказать историю. С вами как всегда был Арталаски. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова